Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Первое. Предусматривает снижение ставок по ОСН до 1%, если налог взимается с доходов, и до 5%, если система доходы минус расходы, для предпринимателей, которые ранее использовали режим ЕНВД. Воспользоваться льготами сможет по расчетам чиновников преимущественно общепит и торговля. До 5,5 тысячи субъектов предпринимательства действовать льготы будут в течение одного года или двух, как решат депутаты. Второй документ меняет условия применения патента, расширяет возможности его использования. Ожидается, что оба законопроекта будут приняты в двух чтениях. Программа Экономика. Инфляция в Кировской области ускорилась. В ноябре по сравнению с октябрем она поднялась на 0,4% и составила 4,9%, превысив средний российский показатель на 0,5%. До ускорения роста цен эксперты ЦБ объясняют ослаблением рубля, ростом цен на продукты на мировых рынках и внутри страны. В сегменте продовольствия годовой темп прироста цен ускорился до 6,7% в ноябре после 5,7% в октябре. Годовая инфляция в Приворском округе тоже выше среднероссийской, но Кировская превышает ее из-за более высокого роста цен на фрукты, масло, макароны и крупные изделия. Годовая инфляция в стране по итогам 2020 года ожидается в интервале 4,6-4,9%, в 2021 она должна составить 3,5-4%. Бюджет Кирова увеличился почти на 1,5 млрд. 13,8 млрд. рублей, составя доходы и расходы в 2021 году. Это данные, которые утвердили в окончательном чтении. В первом чтении цифра была меньше 12,5 млрд. рублей, она увеличилась благодаря включению дополнительных перечислений из вышестоящих бюджетов. На последующие два года пока доходы Кирова ожидаются на уровне 12,3-12,6 млрд. рублей, но вероятнее всего они тоже увеличатся, когда в конце следующего года станут известны цифры по вливаниям из федерального бюджета в наш регион. На них приходится более половины всех средств, на которые живет город. В завершении о валютах. Доллар сегодня 75,46, курс евро 91,98 рубля. Ольга Бализина, новости экономики в Кирове.